Любимое место отдыха Анапчан – Ореховая роща – неожиданно пришло в упадок. Пешеходные дорожки заросли сорняками, особенно те, что вдали от центра её. Уникальный розари стоял необрезанным, ореховые деревья дали сильнейшую поросль, ворота сорваны с петель и парковая зона входила в зиму неухоженной. Глава города Сергей Сергеев дал городскому ЖКХ срок для наведения порядка всего три дня, и он лично проверил, что сделано по его поручениям. Работа по благоустройству парка шла полным ходом. Розари полностью обрезан, готовится к укрытию на зиму. ООО «Зеленстрой» ведёт также обрезку деревьев, вывозит старые ветки и сухостой. Это всё должно было быть сделано, сегодня, подчёркиваю, 9 декабря. Сделано должно было быть ещё в конце октября месяца. А Сергей Павлович осмотрел парк и увидел здесь место и для фонтанов, и возможность для размещения детских аттракционов. Вдохнут новую жизнь в парковый ландшафт и детская карусель, и места для отдыха на траве. «Хорошая роща, всё, можно вот такими кустами досаживать, то есть делать парк, делать парк и следить за ним». Появится здесь летом мороженое и лимонад. А пока любимому парку анапчан нужен хороший директор, чтобы здесь можно было проводить мероприятия, а каждый уголок парка получит и своё название, и новую историю, которой самым главным отдыхающим курорта, детям и их мамам, будет уютно и комфортно. И зимой, и летом на пляже у спуска 40-летия Победы всегда есть желающие дышать свежим морским воздухом и любоваться горными склонами прибрежной полосы. Глава города Сергей Сергеев осмотрел также состояние этой территории и дал поручение своим помощникам разобраться, почему сооружения на территории пляжа захламлены, и их никто не убирает в зимнее время. На пляже нет контейнеров для мусора и не работает туалет. Фонари вдоль дороги имеют ржавые столбы, нет никакой растительности. Если арендаторы части этой территории ООО «Чайка» не желают поддерживать здесь порядок и в межсезонье, то администрация имеет право расторгнуть договор с предпринимателями. Сергей Сергеев предложил благоустроить эту территорию, озеленить её и продумать на лето установку бонного пирса. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. Регион.